Общая протяженность дорог в Губкинском составляет более 48 километров. Суровая и долгая зима, экстремальные перепады температур, разрушительно воздействуют на дорожное полотно, не давая ремонтным службам отдыхать в течение всего года. Сезон основных дорожно-ремонтных работ в Губкинском подходит к концу. В настоящий момент рабочие заканчивают реставрировать участок дороги по проспекту Губкина. Не полностью идет покрытие, а в виде ямочного ремонта, согласно классификатору автомобильных дорог, допускается протяженность идти сплошной, только верхний слой, в рамках до 7 сантиметров, до 100 метров. Технология ямочного ремонта проста. Посредством замены отдельных участков можно устранить многие повреждения, выбоины, трещины, колеи и ямы. Контракт на проведение ремонта дорог, как и в прошлом году, выиграла Таркасалинская фирма «Пурдорстрой». Бригада трудится в Губкинском почти 4 месяца. У нас работа такая, и дороги надо делать. Ремонт участков дороги на проспекте Губкина проводят частично. Таким образом идет подготовка полотна к капитальному ремонту, который планируют провести в следующем году, говорят специалисты. Здесь же демонтируют бордюры. Совсем скоро вместо старых установят новые гранитные. Технологии ремонта дорожного полотна хоть и не новые, но при правильном применении увеличивают сроки службы асфальтобетонных покрытий, говорят специалисты, а также улучшают безопасность дорожного движения. Работа Таркасалинской компании организована с учетом требований, рекомендаций и практического опыта. Новые технологии при устройстве асфальтобетонного верхнего условия покрытия вроде как бы пока нет. Но у нас свои условия. У Рингоя попробовали, но пока результата, будем так говорить, нормального нет. Поэтому пока в рамках именно такого ремонта новой технологии пока нет. Сейчас у дорожников задача номер один – завершить ремонт на ранее начатых объектах дорожной инфраструктуры. Улицу Калинина от Нефтяников до проспекта Мира. По словам рабочих, эту дорогу откроют для проезда в ближайшие дни. Вот асфалт закончили, теперь собираем этот мусор и все. Песок кидаем, бордюс кидаем, все. Надо закончить побыстрее, завтра уже температура минус пойдет. С погодными условиями, в первую очередь, пока дождя нет, надо успеть что-то делать. Привезти, асфальт вывезти, мусор – все моя задача. Все восстановительные работы должны быть закончены до 1 октября. Но, по словам специалистов, ремонт ведется с опережением графика. А пока водителям автотранспорта придется потерпеть дорожные неудобства и временные препятствия. И находить ближайшие пути объезда. Елена Канина, Сергей Макарчан, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова